ребятки всем привет это третье видео про на тему отзыв о куге предыдущие видео я не включаю в порядковую какую-то набирацию потому что в целом про машину я уже снял на больше десятка роликов и это видео то есть первые два видео были немножко были статичными то есть я показал рассказал что в общем то нравится что не нравится какие есть плюсы какие есть минусы что есть интересного в этой машине в этом ролике я вам хочу показать какие-то наверное ходовые моменты то есть ну в движении сейчас я просто выезжаю с работы по рабочим делам и поедем по пробкам поедем помеха справа вот поедем по пробкам поедем по нашей центральной магистрали у нас во всю идет чемпионат мира перекрыто все что только можно в центре перекрыто все что только можно около стадиона и более-менее свободный центр центр географический центр город где мы будем локализоваться ближайшие минут 10-15 что здесь под капотом здесь под капотом многие просто задали вопрос я не сильно акцентировал на это внимание под капотом здесь полтора литра из атмосферника полутора литрового который стоял по моему на фиестах изначально здесь сделали полутора литровый турбированный движок капуст его назвали сначала вы ставили на стишные фокусы потом его перекинули на кугу и он еще ставится на мандео фьюжины в америке этот движок как что я могу сказать о нем как человек который ничего не знает о двигателях это движок который как бы должен нам имитировать дизельную тягу на низах то есть когда ты в нем передвигаешься у тебя кажется что на начальном этапе движения да со светофора у тебя запас прочности большой если ты выжимаешь газ тут тебя машины тянет и плюс еще такой интересный момент сравнили с двух с половиной литровым движком этой же машины здесь как бы в характеристиках в буклетике написано что груз который может тягать вот эта тачка он в два раза больше чем груз который может тягать тачку который движок объемом почти два раза больше двух с половиной литровый движок здесь многие ругаются на турбину что турбина может вызывать некоторые проблемы во время эксплуатации она очень требовательные к маслу начали требовательные к бензину я скорее думаю это действительно так но опять же таки мнение расходится потому что даже в комментариях написали что чувак зачем ты льешь 95 если у нее рекомендации 92 у тебя будет прогар поршней типа 95 не значит хорошо я здесь наверное с больше не согласен чем согласен потому что наш 92 бензин он не совсем соответствует тем требованиям которые ставит европейские тем более американские производители автомобилей для своих автомобилей поэтому лучше здесь заправлять машину все-таки бензином 95 это мое мнение по расходу сейчас жуткая жара пробки режим только город ну естественно автомат 12.9 показывает бортовик но 12.9 это чистейшие пробки ребята то есть я не езжу по трассе то есть вот центральная магистраль города все я встал то есть центральная магистраль она по идее должна быть скоростной это федеральный участок федеральной трассы м5 здесь у нас все постоянно стоит вот так вот поэтому 12.9 я считаю для полноприводного кроссовера да он турбированный да маленький объем но это нормальный расход могло быть и больше на примере своего фокуса который 1.6 атмосферный движок тоже прав там 4 ступка была у меня расход был порядка то же самое 13-14 литров здесь даже получается чуть поменьше по динамике по динамике я могу вас сказать в драйве в драйве здесь есть коробка передач и у нее есть селектор кроме паркинг реверс нейтраль и драйв есть еще режим спорт вот в драйве она едет ровно так как она должна ехать в городе то есть куда вот вот чем не вот вы видите да я выехал с работы уже еду достаточно долго ну относительно конечно долго и мне здесь негде нажимать но только вот может быть разве что вот здесь нажать на педаль сильнее вот я выше 2000 даже выше 1900 оборотов в общем то в городе по практике не поднимаюсь то есть но она просто ни к чему тебе негде нажимать педаль так сильно и другое дело это те кто живут на периферии те кто живут за городом те кто живут в америке тот же самый где у вас трассы на трассе я бы наверное использовал все-таки режим спорт потому что здесь будет педаль более отзывчивая что газа педали педали экстребратора будет более отзывчивая что на обгонах будет наверное сказываться более положительно то есть ты не будешь чувствовать какого-то знаете нехватки нехватки мощи автомобильный вот но вот все смотрите вот центральный магистраль сейчас время два три два пятьдесят то есть три часа и ну это центральный магистраль города еще раз ребята то есть здесь для города еще разгон да может быть это чисто вот локальном наша ситуация кто живет таких крупных миллионниках да но нам просто но здесь она ни к чему единственный вариант использования будет а трасса межгород жизни периферии или же ночные покатушки но тут нужно понимать сегментацию автомобиля и сегментацию меня как потребителя который выбрал этот автомобиль я его выбрал потому что он нужен для работы для семьи но и немножко наверное для удовольствия но для удовольствия больше эстетического чем удовольствие в движении потому что гонять но мне некогда да может быть там был бы я помоложе если или бы у меня не было например семьи с ребенком я может быть ночью ну сами понимаете там девочки в машину и погнал но нет такого хотя иногда когда работают до ночи до вечера до поздна я бывает у меня такое что я могу сесть да там поехать запретили же камаза у нас в городе на чемпионате мира всем пофигу иногда ночью могу поехать да по центральной вот этой магистрали она ночью совершенно пустая но чтобы я испытывал недостатка вот в динамике автомобиля я не могу вам такого сказать единственное что может быть когда ты тягаешься с седанами седанами у которых ну извините меня и объем двигателя немножко другой или же есть ты тягаешься вот например с ранджровер спорта то есть тут понятно становится или какой-нибудь октавии турбируем где там нельзя полный привод турбодизель двухлитровый то есть тот момент когда ты тягаешься вот с такой такими автомобилями ты понимаешь что да тебе чего-то не хватает но жена звонит отклоню пока я записываю видео кстати очень удобная система вот это ребята синг 3 на куги это просто маст хэв потому что вот мне звонит жена я это вижу вся здесь на мониторе могу принять ответить все круто при этом синг 3 здесь она как бы даже не задействована здесь больше задействована система именно внутренняя вот именно синкская то есть здесь не карплей а это и синг 3 а с карплеем она еще удобнее еще лучше отрабатывает вот то есть по драйву вот видите даже здесь был промежуток я мог ускориться но мне просто не нужно было ускоряться это как бы потребность она отсутствует в моем конкретном понимании и в этом понимании я купил соответственно этот автомобиль поэтому вот так но я не знаю сейчас может быть здесь получится где-то разогнаться но опять же таки разгоняется она очень бодро разгоняется она очень бодро особенно если я еду один а я в основном езжу один потому что работаю с семьей вообще разгоняться не нужно вот опять же таки вот куда мне здесь гнать то есть я сейчас у меня полторы тысячи оборотов и я уже упираюсь в автобус то есть вот немножко можно уйти влево но здесь опять же таки здесь камера все я уже еду 70 сложно ребята сложно судить об автомобиле об его динамике о том что кука не едет когда тебе негде ехать понятно что можно слушать этих обзорщиков можно смотреть какие-то маркетинговые буклеты вот эти вот да которые составляют гениальные маркетологи но проблема в том что здесь в мегаполисе тебе блин просто негде ездить может быть со мной не согласятся москвичи у которых есть мкат или ката в питере где ты можешь там за соточку выйти но в самаре этого нет ребята у нас единственное что есть вот этот м5 но она опять же таки она очень у нас видите у нас пока мы ехали мы уже три машины видели закипевшие это кстати печально и насчет эко бустов они тоже боятся перегрева то есть здесь нужно аккуратными быть в плане именно жарите на этой тачке если вы едете долго по трассе делайте перерывы делать перерывы чтобы двигатель остывал это прям вот рекомендация опытных чуваков которые двигателем занимаются не как назвать двигатели мэнов что ли вот поэтому сложно говорить о машине когда ты ставишь перед ней не и ты и условия эксплуатации ставит перед ней задачи которые в общем-то она выполняет на ура а те задачи о которых говорят автообзорщики или какие-то там может быть критики на ю тубе вот знаете я в драйве я ускоряюсь более чем когда ты ездишь на вот все я уперся здесь камера здесь другая машина все я не некуда ехать у него то стоп-сигнал уже горят другое дело когда когда ты я говорю ставишь задачи перед автомобилем другие форт куга это нужно понимать это все-таки кстати вот как форт куга выглядит сзади это такая же модель 2017-18 года выпуска в цвете магнетики надеюсь вам видно их их мало в городе еще важный момент знаете почему я получаю кайф от этой тачки кроме ее внешнего вида она мне очень нравится внешне от того что в городе их нету ребята в городе вот форт кугу встретить это ну большая удача вот раф 4 вот в этой пробке в локальной 4 штучки уже здесь же вот за всю дорогу вторая куга в рестайле и то это знаете это удивительно а раф 4 вот раз два три там нет там вот тут тоже не 3 то есть вот локально в пробке 3 раф 4 ну актуального кузова до актуального кузова наверно еще кучка это тоже удовольствие которое получает машины и я забываю про него периодически упоминать и это са вот одно из самых удовольствий которые я получаю это то что этих автомобилей в городе практически нет мне это нравится а в белом цвете она по моему вообще мне одна в городе или еще одна была не помню вот вот такие дела ребятки вы видели в принципе все и наглядно то о чем я рассказал вам по условиям эксплуатации по тем задачам которые я ставлю перед этим автомобилем наверное мне будет еще что что сказать но может быть чуть попозже когда я соберусь с мыслями подумаю потому что вот сейчас я хотел записать такой дорожный тест здесь нет оффроуда конечно господи какой оффроуд здесь нет какого-то супер там до супер динамики да потому что негде понимаете я даже здесь вот нынешних условиях на полутора не повышая обороты больше там полутора-двух тысяч я и то постоянно тормаживаюсь потому что сраные пробки сковали город вот другое дело если вы живете за городом но опять же таки тоже могу сказать я езжу к маме иногда она у меня живет практически за городом в гости и я вообще не испытываю проблем ни на обгонах ни на наборе скорости ну кроме каких-то там да более-менее адекватных седанов с какими-то там жесткими движками вот примерно вот так ребят это третье было видео опыт эксплуатации ford кукол 2017-2016 года выпуска полтора литровый движок на честном вроде как автомате я пока доволен и в общем то ну вот все видите я чуть-чуть набрал скорость и уперся в раф-4 вот я в общем то эту машину наверное всем рекомендую по практике я кстати на ней уже езжу полгода за те деньги за которые продают можно купить себе субарик где будет там два с лишним литра турбина она будет вот так вот вот эти вот звуки будут и это будет кайф который вы можете получать купив такой же субарик но например 97 года от капиталя этого вложить у него там пару сотен тысяч и за полляма у тебя будет тачка которую можно не жалко будет вот так вот вдрачивать это немножко другой концепции другой суть автомобиль за это я его взял за это я его и ценю за это я его и советую опять же таки будет возможность или было бы возможность и потребность я наверное для вот этого вот драйва взял бы себе наверное мандео с двухлитровым икобустом но нет потребности нет нужды нет условий для эксплуатации нет банально времени и возможности опять же таки на такой автомобиль вот спасибо всем за просмотр и надеюсь вам было интересно на этом канале я конечно же про другие автомобили может быть буду рассказывать может быть не буду посмотрим на то как зайдет этот видос все с вами же я прощаюсь до скорых встреч до следующих включений все субтитры